Проблемы гуманного обращения с животными нужно решать сообща. Об этом говорили за круглым столом в Самаре зооволонтёры, общественники и представители Московского благотворительного фонда. Бродячие животные на улицах – результат безответственного подхода, когда хозяева понимают, что не в силах заботиться о питомце и выбрасывают его. Мы живём в одной стране. Эти проблемы общие. Животные бездомные, кошки и собаки, как я говорю, не из космоса прилетели. Они здесь живут, и мы как бы виноваты в том, что они оказались на улице. Поэтому мы должны вместе, объединившись, сделать так, чтобы их было меньше на улице, но они бы не страдали. Общественники призывают владельцев стерилизовать своих домашних животных. В этом случае, если они всё-таки окажутся на улице, не дадут потомства. А чтобы животных не выбрасывали, прозвучала идея проведения в школах уроков добра. У нас очень много групп таких докхантеровских, а вот с добротой у нас как-то немножко посложнее. И вот что мы можем со своей стороны, как волонтёры, сделать? Чтобы дети были добрые и воспитанные, нужно в них взращивать вот эту доброту. Сначала, наверное, начиная с животных. То есть многие дети тянутся к животным, для них они милые, пушистые, друзья четвероногие. Думаю, что вот с этого и, наверное, нужно начинать. В школах, подросткам, учащимся, рассказывать, как обращаться правильно с животными, что нужно вырабатывать ответственность. Если вы взяли животное, домой нужно быть ответственным хозяином. В Самаре регулярно проходят выставки животных из приютов, которых можно забрать домой. Волонтёры помогают человеку выбрать питомца, проводят с ним собеседование, подписывают договор. И затем отслеживают проживание животного, чтобы собака или кошка не оказались на улице вновь. Виктория Шарая, Виталий Рылеев, Григорий Плешаков. События. Виктория Шарая, Виталий Рылеев, Григорий Плешаков.